День города и района – это один из самых популярных у славянцев праздников, и он все больше становится для них очень близким. То, что его запоминают и с нетерпением ждут, происходит и благодаря проведению интересных мероприятий, которые рассчитаны в том числе и на славянскую детвору. Забота о подрастающем поколении является приоритетной в Славянском районе. Для того, чтобы детвора муниципалитета хорошо повеселилась, серьезно поработали все заинтересованные службы. В Северном парке действовали десятки самых разнообразных станций – детские, молодежные, спортивные, интерактивные площадки, где можно было поиграть с друзьями, узнать что-то новое и полезное. Настроение, конечно, у всех приподнятое. Тут вообще очень круто, прям понравилось все, мы побывали на разных станциях, тут очень весело. Мы пришли всем классом, веселиться очень здорово, настроение очень классное. Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов» привлек лучшие детские коллективы города и района. Здесь были хореографические ансамбли и студии, вокальные группы, а также дуэты и солисты. Сводный народный хор детской школы искусств имени Григория Пономаренко представил песню «Хороша Кубань». На сценическую площадку выходили юные певцы и танцоры из Славянска на Кубани, Анастасиевской, Петровской, других сельских поселений. Все они очень старались. Мне очень понравилось выступать на конкурсе «Радуга талантов». Мне понравилась, тут классная атмосфера. За своих детей пришли поболеть и родители. После концертной программы юные таланты смогли хорошенько развлечься в парке. Праздничная атмосфера. С самого утра очень много детей, смеха. Все поют, танцуют. Очень здорово. Одна дочка принимает участие, другая пришла ее поддержать. Сейчас смотрим очень много станций, мероприятий для детей организовано. Быстренько выступаем и идем смотреть, участвовать в разных станциях, принимать участие. Солистка образцового художественного коллектива «Бельканта» Мария Скрипник не представляет себя без пения. Я раньше очень хотела петь и я рада, что я попала в наш любимый коллектив «Бельканта» в Станице Петровской. Очень рада, что попала на этот фестиваль. Очень много талантливых людей. Также наша любимая поддержка, наша команда. Образцовый хореографический ансамбль «Антага» из Петровской искрометно станцевал свои молотилки. Я уже занимаюсь танцами 10 лет. Мне это очень нравится. Меня мама в три годика отвела на танцы. Танцевать очень весело, очень круто. И для меня, и для нашего коллектива большая честь выступить на этом фестивале «Радуга талантов». И я очень рада, что у нас получилось всем поднять настроение, что всем понравилось, я надеюсь. «Матушка-земля» – так называлась композиция образцового хореографического ансамбля «Узорица» Дома культуры Анастасиевский. После завершения концертной программы лучшие исполнители получили дипломы фестиваля. Многочисленные станции предлагали детворе настоящее путешествие в мир знаний и увлечений. Конечно, организовать все это было не так просто, но старания и большой труд были не напрасными. Безукоризненную работу многих станций обеспечивали волонтеры. «Мне очень нравится здесь проводить мероприятия, помогать. Сегодня день города и района. Здесь царит веселая, дружественная атмосфера, очень много детей. Да, я волонтер, я сама получаю радость от этого, потому что я очень люблю детей, мне это нравится. Это мое призвание – работать с детьми». Станция юных натуралистов привезла в парк своих питомцев, которые заинтересовали детей. Сотрудники станции рассказывали детворе о богатстве российской природы. «Мы рассказываем очень много информации про животных, также про окружающую нас среду, про растения. Очень много затрагиваем тему Кубанского края и какая флора и фауна у нас именно здесь находится. Также приводим с собой животных, которых некоторых можно погладить, на некоторых только посмотреть. И дети с удовольствием к нам по этому подходят». Атмосфера прекрасного настроения только нарастала при переходе от станции к станции. У ребят буквально горели глаза. Столько всего любопытного. Это желательно не упустить, хотя бы познакомиться. «Очень весело, мне тут нравится. Я участвую со своими одноклассниками везде. Тут праздник района и день города». В Северном парке можно было принять участие в викторинах, поучиться рисовать, поучаствовать в конкурсах, потанцевать и даже подержать в руках настоящий пожарный бронспойт. Конечно, в особом почете были и спортивные состязания. Этот праздник принес много положительных и даже незабываемых эмоций всем участникам торжеств и прежде всего юным славянцам. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».